Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи Божий наш, слава Тебе. Надо сделать так, чтобы слышно было. Милости Твоей полна земля, Господи. Будь милостив к нам. Укажи этим людям на любовь Твою, что Ты умер за грехи всех людей и призываешь их к покаянию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Велик и дивен Господь Бог наш, сотворивший этот мир и давший закон, по которому человек должен жить. Ибо никакие злодеи, прелюбодеи, убийцы, воры Царствия Божия не наследуют, но будут брошены в вечный огонь вместе с сатаной. А для верующих уготовано Царствие Божие. Верующие в Сына Божие имеют жизнь вечную, а неверующие не увеют в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалом 49. Написан 3000 лет назад. Бог богов Господь возглагал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, перед Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и земли судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, все сожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячу гор. Знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби. Так говорит Господь. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Господь. Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Спаси нас, Господи, и помилуй. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Изоблещу тебя и представлю перед глазами твои грехи твои. Уразумейте это забывающее Бога. Дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Честь тебе и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Ибо нет иного Бога, кроме тебя, Христа, Спасителя нашего. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и сохрани. И защити наследие твое. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Прости нас, Господи, и помилуй, и благослови. Сей день да будет посвящен прославлению дивных дел Твоих и имени Твоего Преславного. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе. Из мрака извлеки этих людей, которые не желают слышать о Тебе. Но в день скорби призови, говорит Господь, и я услышу Тебя. Милости Твоя полна земля, Господи Божий наш, как Ты велик и дивен. Хвала Тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение единому вечному Богу. Аллилуйя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Хвала Тебя, наш Иисус. Благодарим Тебя, Господи Божий наш, за великие и неизреченные милости и долготерпение Твое. Встань спяще, воскресни из мертвых, и осветит Тебя Христос. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Дивный Господь, Спаситель наш. Аллилуйя. Евангелие от Луки. Пятая глава. Однажды, когда народ теснился к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, и он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболов. Выйдя из них, они вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и Сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудили всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили себе лодки обе, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон, Петр припал к коленями Иисуса и сказал, Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял их, и всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманы. Также Иакова, Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь, великодивная милость твоя. У вас вопросы, может, какие есть? Ну, нету. Мы сами крестились долго. А вы в церковь ходите, нет? В церковь ходите, нет? Нет, резко, очень редко. А почему же не ходите? Да, мы ездили в православный лагерь. Я вот начальником лагеря был, 45 лет, детского лагеря. У нас православный лагерь. А что за лагерь? Лагерь православный, город Барнаул. У нас особое правило там. К девочке даже пальцем нельзя прикоснуться, беречь ее так надо. А вы знаете лагерь Полевой Стан? Вас далеко, плохо слышно. Вы знаете лагерь Полевой Стан? Что-то я ничего не разобрал, не разберу. Если у вас микрофон далеко, то не слышно, конечно. А у нас просто плохой микрофон. Да, вы вас, если желаете, зайти на наши ресурсы, запишите. У нас большой Ютуб. 14 тысяч... Во свете Библии называется. У вас есть Ютуб-канал? Да, 14 тысяч роликов. Как он называется? Во свете Библии. Еще раз. Во свете, свет, вот светит. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин, это я. Как еще раз? Во свете, свет, в свете. Это мы сделали, это как? И Игнатий 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 Лапкин 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 Все Вот, если вы зайдете там, то вы найдете для себя очень много. Если зарядите... Да, мы прямо сейчас туда зайдем. Да, если зарядите... Слушайте внимательно. Во свете Библии добавите слово сайт. Если во свете Библии, то у нас большой сайт. Вы выйдете на сайт во свете Библии, так же напишите, только слово сайт подставьте. Вы там найдете целое море информации. Я насчитал 50 книг. Издал книги, у меня 38 томов, вы там увидите. Вот, а если пожелаете в скайпе встретиться, побеседовать в скайпе, просто зарядите в скайпе Игнатий Лапкин, и вы на меня выйдете сразу. Хорошо. Ну что, если вопросов нету, я буду отходить? Хорошо. С Богом. Храни вас Господь и благослови. Благослови. До свидания. Аллилуйя. До свидания. Господи Божий наш, слава Тебе. Дивные дела Твои, милосердные. Пошли добрых людей, желающих принять весть о любви Твоей, что Ты, Господи, умер за грехи людей, будучи распят на кресте. Пошли добрых свидетелей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, дабы все познали любовь Твою. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение Тебе, наш Господь. Великие и дивные дела Твои, Господи. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Милости Твоей, Господи, полна земля. Благослови всех, находящихся в этой тьме кромешной, в этом Содоме и Гоморре. Откроем истину Твою и извлеки их отсюда. Половина людей голая, просто валяются. Сатана в кучу собрал всех блудников. Ужас какой. Помилуй нас, Господи. Открой глаза людям, что ожидает их после смерти. Как страшный суд Божий приближается за всякое злодеяние. Ибо тело наше есть храм Божий. Всякий грех человек делает вне тела, а блудник грешит против собственного тела. И делается одним телом из блудницы. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, великий и дивный и страшный Бог. Слава Тебе. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешного. И помилуй. Я спасу вас. Вы хотели что-то сказать? Да нет, хотелось бы поговорить. Пожалуйста. Может, вопросы есть какие-то? Да нет, просто вот смотрю у вас в доме, да, вот книги, книжки. Вы Божий человек, да? Да, мы все Божьи, потому что Господь сотворил все. Если бы по заповедям Божьим люди жили, у нас ни войны не было бы, ни воровства, ни измены в семьях. Да они, эти законы-то и были, мы же сейчас эти законы не наблюдим, поэтому... Я сейчас буду читать Евангелие, если хотите, можете послушать. А почему вы так много читаете? Почему столько не читаете? Мы считаем каждый день Слово Божие, потому что оно оживляет человека. Господь говорит, вы очищены через Слово Божие. Человек, который считает Слово Божие, он вникает в себя и в Слово Божие сравнивает, где он не так, не достиг этого уровня. Я вот 23 года пришел сознательно уже к Богу. Да я-то просто верил Бог, если все. А вы как думаете? Ну, я думаю, где-то 65-67 лет. 80. 80 лет. Я за Слово Божие пять тюрем прошел, ответил за то, что верую, в советское время. Меня 26 лет только мучили, терзали, еще не делали. И Господь спас меня. Это Бог, живой Бог. А что, в лагерях сидели что ли? Конечно. А вы не из Казахстана? Нет, я из Сибири. В Сибири? Но я отбывал уже на Тасе, Жамбульской области. Вот так. Это слава Божия. Господь говорит, радуйтесь и веселитесь, когда вас будут поносить и гнать, и злословить. Ибо гнали меня, будут гнать и вас. И сколько у вас жен? У жена-то есть? Да не обо мне речь-то идет. Я пришел не биографию рассказывать, а о Христе. Как близок Господь к сокрушенным сердцам. А как вы относитесь к язычеству? К чему? К язычеству? Да язычество – это начальная стадия дикарей, которые ничего не имеют. Подходит к дереву, дерево. Мне тебе надо срубить, тебе больно будет, но надо плавать нам. Он Бога-то не знает. Он стихи, солнце, луне. Любая вера сделана из... Нет. Это мы не про веру говорим, а про Христа, который умер за нас. Но христианская даже вера пришла. Откуда он это взял? Это все мало языческое. От евреев. От евреев. Бога избранный народ. Это живое. Все же живое. Земля же не понимаете. Нет, Христа же все сделает. Земля сама по себе живет. Она захотела, она создала. Она мучилась. То есть у нее были взрывы, вот эта вода, все появилось. Потом появилось людей, она просто сама себя излечает. А мы сами себя и съедаем. А откуда же человек появился-то? Да мы твари-то чьи. Мы даже не божьи твари. Мы земли-твари. Мы из земли же произошли. Из земли сами по себе. Вы знаете... А червяк из-за откуда произошел? Только чтобы не ругались, сейчас мы говорим. Только без руганий, чтобы... Да, да, да. Дело-то в том, что 10 клеток нервных выполняют ту работу, которая десятиэтажное здание, наполненное электронными лампами. Кто это создал? У природы нету совести, нету ума. У человека то и другое есть. Откуда? Откуда это? У природы нет ума. Природа сама себя чистит. Природа сама создает вот эти пожары лесные. А ее-то кто создал? Природу так. Во всей вселенной не находят больше нигде ни атмосферы, ничего. Количество градусов, сколько на земле, больше нету. Никак. Никак без человека. А человек без природы никак. Никак. Но Бог-то все создал. Вы видите, вы относитесь к Иисусу, да, вот говорите о нем. А вы почему не говорите о земле? Вот это что такое? О земле почему вы не говорите? Вот смотрите. Господь сотворил человека и дал закон, чтобы жили по его закону. А люди пустились во все тяжкое. Вот сюда на эту рулетку собираются-то. Здесь же блудство одно идет-то. Прям открыто творят блуд, показывают. Ну почему? Потому что безбожники. Тут верующим делать нечего. Вот мы пришли... Я понимаю, вы столько лет отсидели людскому, придерживались, да, и поэтому у вас потом... Мы пришли рассказать людям о Боге, о жизни вечной. Если человек не верит, так ему не выгодно быть нравственным. Тогда теория ниша. Ниша побеждает, бей, как в природе. Сильный побеждает. Тогда Гитлер прав. Бога нет, совести нет. Уничтожать все надо, а нас возвышать. А кого надо уничтожать-то? Нам нужно Бога бояться. Мы же сами себя не уничтожаем. Мы сами, братья все. Мы себя не трогаем. Каждое одеяло на себя, говорит, тянет. Не, не, не. Во имя Христа... Да. Все ходили и убивали. Вот это неправильно делали, убивали. Да. Зачем они делали? Зачем делали? Безбожники. Говорили, надо именно христианство. Безбожники, безбожники. Под именем Креста. Это было объединение людей. Это было еще одно такое движение. Это было... Как объединение? Когда рыбаки, рыбаки понесли апостола. То вы думайте, какое объединение-то? Они двое в лодке. Еврейские, еврейские объединение было. Вы не знаете нисколько. Евреи не обижали. А Евреи думали, нахер мы это делаем? Давайте раздавим Бога и объединим вот это. Так, ладно, давайте расстанемся по-хорошему. Вы уже нехорошие слова говорите. У нас это не... Я не хочу. Я сам... Я сам... Вы можете зайти на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. И вы там найдете у нас 14 тысяч роликов. Православную деревню с нуля строим. Я за православие. Я хрестивый. Я по-моему, язычный. Ну, православный, так вы должны Библию читать. Молиться. Сейчас пост идет. Любую веру надо просто, понимаете. Он же верит в хорошее. Любую веру. Надо просто... В хорошее все верят и коммунисты, и фашисты. Моя вера выше, а наша ниже. У меня есть книга, а у вас нет книги. Но если православный, вы должны быть православной церкви. А там пост. Вы знаете, мы хоть знаете, С ним поколение своих отцов-бедов не знаете. Вы только в Библию знаете все. Я хочу сказать вам, сейчас пост идет. Вы знаете, нет? Они были заслужены святые. Послушайте. Сейчас пост идет. Пост идет. Вы знаете, что у православных пост начался? Так он еще два дня был. Два дня ничего не ел. Семь недель до Пасхи. Этот человек ни мясной, ни молочный, ни яйца не ест. Если вы православный, должны соблюдать. Извините, пожалуйста, смотря кто где живет. Если у нас, допустим, холодно, я на ваших, на этих православных, вообще не выживу. Да как же вы не выживаете? Такое поверье. Если больной человек, или же, допустим, беременная женщина, ее же нельзя же морить голодом. Ее не надо морить голодом. А вот сейчас, смотрите, люди посты не соблюдают. И за время перестройки в России убито в очреве матери 120 миллионов. А у нас в семье 12 детей мама родила, наша мама. И все посты соблюдали. Как от груди ребенка отсадили, уже молочный не получают. И ни одного больного нету. Мне 80 лет, я еще таблетки не съел. А то Господь, Бог дает силу, крепость, уверенность в жизни. А у неверующего ничего нету. Кольнуло чуть, все, полный разлад. Друг против друга. Вы в Казахстане сидели, что там, не колоночки? Ну все, пока, прощаемся. До свидания с Богом. Храни Господь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Кроме Тебя, Господи, нет иного столь сильного, сотворившего небо, землю, воду и все, что в них. Аллилуйя. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. На Тебя уповает душа моя, Господи. Милости Твоей полна земля. И Ты питаешь каждого человека, доверившегося Тебе. И скот на вершине гор. Прости нас, Владыка. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Царю небесный, утешитель души истинной, и живи с детства и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вне, и очисти нас от всякой скверны. И спаси благие души наши. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святой посети, и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света. Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся Быша, нас ради человека, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловешася, распятого же зоны при понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и в паке грядущего со славы, и судите живых и мертвых, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа истинного, животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедуя едино крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвым, и жизни будущего века. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, пошли добрых миссионеров, проповедников, к язычникам, христианам, иудеям, мусульманам, буддистам, и возвести всем о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос, умер за грехи всех, ибо без пролития крови нет прощения грехов. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты велик и дивен наш Господь. Мы прославляем Твое всемогущество и покоряемся воле Твоей. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и защити. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благодарим Тебя, Господи, за неизвещенную милость и благость Твою. Хвала Тебя, дивный Создатель. Ты сам сказал, все грядусь скоро. Приготовься к встрече Господа Твоего. Когда мертвые все восстанут, и будут едины и последний страшный суд. Ибо всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в этом теле, доброе или худое. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня, Господи, и помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного. И помилуй. Аллилуйя. Найди новая душа, способная воспринять Слово Твое, что Ты умер за грехи людей, Господи, и призываешь всех к покаянию. Аллилуйя. Ибо верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Помилуй, Господи, тех, кто не знает Тебя. Найди их и обрати их к покаянию. Слава Тебе, Единый, Вечный, Господь и Бог. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Ибо Ты, Господи, обращаешь к каждому человеку Слово. Встань спяще, воскресни из мертвых и осветит Тебя Христос. Горе человеку, кто не родится свыше, кто не будет жить по заповедям Божьим, кто не принесет покаяния за свои грехи и не станет на путь истинный. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И когда сядет Господь на престоле славы Своей, и соберутся при Дим все люди от первого Адама до последнего человека, и разделят их, как козлищ от овец, и скажут тем, которые справа спасенные, «Возите в радость Господина Своего. Я алкал, хотел есть, и вы накормили меня. Жаждал, вы напоили меня. Был болен, вы посетили меня. И скажут они, где мы встречали Тебя, Господи?» И Господь скажет, так как вы помогли одному из малых сих верующих в меня, то помогли мне. И стоящим слева скажет, отойдите от меня, проклятый в огонь вечный. Я алкал, и ничего не дали. Пить хотел, и не напоили. Был в узах, болен, и не посетили. Когда мы не посетили Тебя, Господи, мы не знали Тебя. Вы видели вокруг больных, почему не помогали? Видели голодных, почему не накормили? Отойдите, проклятые, в огонь вечный, где плащ искрежет зубов вместе с сатаной в бесконечные веки. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. И человек решает свою участь сегодня. И мы не знаем, что родить завтрашний день. Прости нас, Владыка. И благослови, Господи. На слово Твое мы уповаем, к Тебе прибегаем. Аллилуйя. Евангелие, Луки, пятая глава. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. И увидев Иисуса, пал вниз, умоляя его, и говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистись. И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показать священнику и принести жертву защищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Аллилуйя. Но тем более распространялась молва о нем. И великое множество народа стремилось к Иисусу слушать и вращиваться от него, у него от болезней своих. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вы хотели что-то сказать? Да, я хотел сказать, что я хочу быть таким же, как Иисус. Слава Христу. Только будем говорить, если, чтобы не ругались, ни одного плохого слова. Не, не, я вообще даже не думал. А что мешает этому стать? Господь говорит, будьте святы, как я свят. Не, ну я, кстати, плохого никому ничего не делаю. Ну, я стараюсь, по крайней мере, никому ничего плохого не делать. Ну, Иисус же, Он хорошее делал. Иисус хорошее делал. Делал, конечно. А что Он делал хорошее? Умер за нас. Он отдал жизнь за нас. А, Он только умер за нас. Нет, ну я умирать пока не хочу. Он умер за нас одно. И теперь Он исцелял всех, которые приходили. Он накормил голодных, когда... Вот, я хочу исцелять. Ну, это, если Богу угодно, Он может дать. И хочу всех накормить. Вот если у меня будет много денег, я буду всех кормить. Ну, так заработайте. Я буду похож на Иисуса. Да это не означает, что похожи будем. Ну, вот Иисус, Он кормил голодных. Если у меня будет много денег, я буду кормить голодных. Ну, я хоть чуть-чуть буду похож на Иисуса. Ну, конечно, немножко похож. Как один говорит. Я буду делать так, как дел Иисус. Правильно? Так, вы уже сказали это. Дело в том, что, говорит, я бы дал тебе, но нету. А если было бы, не дал. Так у Иисуса ничего не было. И почему-то Он стал великим. Стал великим. Две тысячи лет назад прошло, и как будто это сегодня было, утром. Считаешь, и каждое слово до сердца доходит. А если бы это был не Иисус, а Хейсус? Ну, нам зачем говорить? А если, да если. Никаких сослагательных наклонений тут не допускается. Он пришел. Тут получается так, что любой мог быть человек, как Иисус. Любой мог сделать то же самое. Да, возможно, и многие делали то же самое. И умирали за нас так же, как Иисус. Почему Иисуса так любят, а других даже и не помнят? Потому что Он не человек, а Бога-человек. И Он сошел с неба, безгрешный. О нем были пророчества. Вы спрашиваете, я отвечаю, а Вы перебиваете. Это не... Нет, я Вас слушаю. Евангелие свидетельствует о Его рождении. Пророк Иса... А что, это книга Библия, да? Ну, по Библии же, правильно? Вот смотрите. Смотрите сюда. Ну да, по Библии. Вы ее просчитали хоть раз, Библию? Ну да, у меня, кстати, даже в детстве была детская Библия. Очень красивая была книжка, иллюстрированная. Я ее все прочитал. Синяя обложка. Да, да, да. Да это не Библия, это под Библию, это краткое содержание. Ну, замечательная книжка. Ну, я же-то маленький был. Ну, правильно, это хорошо все рассказано. Главное в том, что мы должны смиренно подойти к Господу, попросить прощения. Никаких... А если бы я... Я неоднократно у него прощения просил, и помощи просил. Хорошо. Вы в церковь ходите? Ну, поскольку, постольку. То есть не ходите? Получится. Ну, не хожу. Я... Можно, да, расскажу? Я два года, в течение двух лет, короче, ездил по Европе, и в разные церкви европейские заходил. Ну, как на экскурсию, там, такое вот. Это в зачет идет? Да никакого в зачета нет. Дело в том, что если человек член общины, то он ходит на исповедь и на причастие. Никакой общины, я не понимал. Даже не знаете, потому что верующие – это единая семья, не захожане. Зашел, вышел, я был. Ну, если вы дома, вы заходите, вы знаете, что вы хозяин, вы заботитесь о доме, вы стараетесь заработать, домой принести. Так и церковь. Церковь – это дом наш. Нет, я не настолько захочен. Захожанин. Захожанин. А надо быть верующим, заботиться о церкви, которой есть невеста Христова. Жить чисто. Я не готов сейчас заботиться о церкви. Не есть забота. Вы слышали, что Пасха бывает праздник такой? Как? Пасха бывает праздник. Ну, конечно. А перед Пасхой? Перед Пасхой семь недель поста. Слышали? Ну, это что, типа, там что-то не кушать надо, да? Ну, типа. Тут не типа. Уже первая неделя идет. Люди молятся. Из храма не выходят. Я кушаю то, что у меня есть. Ну, значит, вы никакой не христианин, не православный. Вот что мне Бог послал, что у меня сегодня на столе есть, то я и кушаю. То есть... У меня пост может быть через две недели. То есть вольнодумство вас задушило? Вы никакой не верующий? Если бы были верующие, вы бы так... Вы со страхом... Я бы не говорил, что я верующий. Ага. Ну, ладно тогда. А вы хотите, чтобы после смерти ваша душа не в ад пошла, а со Христом была? Вы это хотите? Просите, просите, если я что-то не так сказал. Как вас звать? Меня звать Игнатий Лапкин, город Барнаул. Если вы зайдете во свете Библии в Ютубе, там у нас 14 тысяч видеороликов. Если Ютуб, то я точно к вам не зайду. Так, у нас мы строим православную деревню. Все, 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 все. Если вы мне обойтите... Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Дивные дела твои, Боже. Благословен грядущий во имя Господне. И горе человеку неверующему. Лучше бы ему не родиться. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Верующий в Сына Божия и Христа имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса Христа, которым спасся бы человек. Прости нас, Господи, и помилуй. И благослови. Ибо много придет лже-пророков, и будут говорить превратно, чтобы увлечь за собою. Помилуй нас, Господи, дабы знать Тебя, единого вечного Бога. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси нас, Господи, и помилуй, и благослови. Ты, кроме Тебя, нет иного Бога, столь любящего создания свое. Ты даешь человеку радость спасения. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, и на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Аллилуйя. Еще многим откройся, Господи, и здесь, в этой тьме. Все голодные, все время они едят. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, и помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного. И помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Евангелие от Луки, 5 глава. В один день, когда он учил, и сидели тут парисеи, и законноучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, из Иерусалима, и силой Господней являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Иисус, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются Тебе грехи Твои. Книжники и парисеи начали рассуждать, говоря, кто Он, Который богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышление, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются Тебе грехи Твои? Или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Господи Боже наш, сказал он расслабленному, тебе, говорю, встань, возьми постель Твою и иди в дом Твой. И он точно встал перед с ними, взял, на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Великие и дивные дела Твои, Господи! Люди совершенно потеряли рассудок и творят бессовестно блуд, раздетая, брошенная, как некие чудища, совершенно не знают Тебя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Что легче сказать, прощаются Тебе грехи Твои или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Иисус расслабленному, тебе, говорю, встань, возьми постель Твою и иди в дом Твой. И он точно встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, в исполненной страха, говорили, чудные дела видели мы ныне. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора почин, и говорит ему, следуй за Мною. И он оставил все, встал и последовал за Иисусом. И сделал для него, Левий, в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники шеф-парисея роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. А они же сказали ему, почему ученики Иоанна упастятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного паститься, когда с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут паститься в те дни. При всем сказал им притчу. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новый раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие. А иначе молодое вино прорвет мехи. И само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новое, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше. Аллилуйя! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Великие и дивные дела Твои, Господи. И мы это видим. Слава Тебе! Человек не знает, как пользоваться тем, что Бог дал ему, и для чего это дано. Прости нас, Господи, и помилуй. Хвала Тебя, наш Иисус. Дивные дела Твои, Господи. Слава Тебе! Будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного. И помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Слава Тебе, Господь мой!